но конечно домашняя выпечка не сравнится с магазинной батон получается мягким нежным и воздушным я всегда начинаю приготовление с опары для этого смешиваю дрожжи с сахаром заливаю теплым молоком и все ингредиенты тщательно перемешиваю накрываю миску полотенцем и оставляю в теплом месте на 20 минут а сама тем временем замачиваю изюм в кипятке и чтобы не терять время просеиваю муку добавляю в муку соль делаю небольшое углубление и вливаю сюда растопленное сливочное масло или маргарин а тут уже и опара подошла ее тоже добавляю муку и все ингредиенты тщательно перемешиваю сначала при помощи силиконовой лопатки ну а потом как всегда самым любимым способом вымешиваю тесто руками но делаю это не до конца так как водить еще буду в тесто изюм ранее замоченный изюм хорошо промыла обсушила присыпала слегка мукой и перемешала далее ввожу изюм в тесто и начинаю вымешивать сначала в миске затем выкладываю на рабочую поверхность и вымешиваю еще 5-7 минут когда тесто готово смазываю его растительным маслом и кладу назад в миску накрываю полотенцем и убираю в теплое место на 30-40 минут а сама тем временем готовлю смесь из яйца и молока чтобы мои батоны были румяными да глянцевыми тесто подошло смотрите как она увеличилась в объеме и сухими руками это очень важно заметьте обминаю тесто и выкладываю на рабочую поверхность ну а теперь приступаю к формированию батона если я готовлю один батон то формирую из целого куска но обычно я делю тесто на две равные части сейчас покажу как я формирую батон беру одну часть немного вытягиваю в длину с помощью скалки немного присыпанной мукой не сильно надавливая раскатываю тесто в длину затем сворачиваю тесто в рулет переворачиваю другой стороной снова раскатываю скалкой затем снова сворачиваю в рулет и хорошо защипываю края затем все те же самые действия проделываю со второй частью теста также раскатываю присыпаю скалку мукой сворачиваю тесто в рулет а затем хорошо защипываю края из духовки достаю противень застилаю бумагой для выпечки присыпаю ее мукой чтобы не прилипали и выкладываю наши батоны швом вниз накрываю полотенцем и оставляю на 20 минут на расстойку в теплом месте через 20 минут открываю полотенца батоны увеличились в объеме делаю ножом надрезы и смазываю ранее приготовленной смесью из молока и яйца при желании батоны можно присыпать мукой или кунжутом но я этого не делаю так как у меня батоны сладенькие с изюмом выпекаем в своей газовой духовке 25 минут естественно разогреты предварительно до 180 градусов и вы только посмотрите какие у меня получились нежные мягкие красивые с глянцевой корочкой ароматнейшие домашние батоны какие мигусенькие сладенькие вкуснейшие батоны осталось только нарезать заварить чай и угостить своих домочадцев свежей домашней выпечкой и тадакима